Когда дети обманывают родителей, это весьма неприятно. Что делать? Дело в том, что... Что такое обман родителя? Это управление родителем. Это подчинение родителям. Кто будет обманывать родителей? Эгоист. Обманывать родителей будет тот ребёнок, который хочет статус сказать, я выше родителей, я его сильнее, я его умнее, я его обманул. Значит, это тот ребёнок, который работает на осознание, для которого главное это сознание. Если для ребёнка главная душа, то для него будет главное, так сказать, объединиться с родителем. Не обмануть, а помочь родителю, искренним быть с ним. Обманщик – это не искренний человек, это лжесвидетель. Христос говорил, блаженные чистые сердцем, ибо Бога узрят. Так вот, чистые сердцем – это те, у кого работает душа. Искренние люди. Если душа работать перестаёт, ребёнок начинает обманывать. Для него, значит, духовные ценности – это главное. Зададимся вопрос, кто его таким сделал. Если родители считают, что главное в воспитании ребёнка – это развитие способностей, это, так сказать, укрепление его физическое, и забывают о душе и нравственности, они и получат такого ребёнка. Если для родителей главное – карьер, рост, деньги, благополучие, там, принципы, цели, и, так сказать, нравственность, вера и душа на, так сказать, на втором, на третьем месте, у них и будет такой ребёнок, который будет обманывать, который будет и воровать. Почему? Потому что для него главное – духовные материальные ценности, а душа ничего не значит. Также посмотрите на своё мировоззрение, на своё поведение до появления ребёнка на свет, и многое станет понятным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok